Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. В Приднестровском регионе разработан проект по изменению и дополнению местного уголовного кодекса, согласно которому лицо, обращающееся в прокуратуру Республики Молдова или в Европейский суд по правам человека, может быть подвергнуто уголовному преследованию и приговорено к тюремному заключению на срок от 3 до 7 лет. Об этом на своей странице Фейсбук заявил гражданский активист левого берега Днестра Геннадий Чорба, бывший политзаключенный, передает IPN. По словам Геннадия Чорбы, проект был внесен главным прокурором Анатолием Гурецким, и он является агонией нынешних властей. Прокурор Гурецкий, по рекомендации которого Олег Харжан был лишен депутатской неприкосновенности, с нарушением закона и заключен в тюрьму, который подписал обвинительное заключение по моему уголовному делу, хотя дело было сфабриковано, и это видно невооруженным глазом, и который очень быстро выполняет приказы своих спонсоров, внезапно решил внести законопроект о внесении изменений и дополнений в уголовный кодекс, сообщил Чорба. Ранее гражданский активист Геннадий Чорба, бывший политзаключенный, заявил на пресс-конференции в IPN, что фактически власти Приднестровского региона, поддерживаемые холдингом «Шериф», не допускают какой-либо критики в свой адрес, а любая попытка сказать правду пересекается, в том числе с использованием так называемых судебных инстанций. В то же время Молдова и Приднестровье попали в горячий список стран, входящих в предвоенную зону, приграничные с Украиной регион. Государственный департамент США накануне рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть непризнанное Приднестровье, а также не ездить в Молдову из-за COVID-19, необычные и вызывающие беспокойство российской военной активности вокруг Украины, неразрешенного конфликта между отделившимися регионам, Приднестровьем и центральными властями. Руководство Республики Молдова, внимательно наблюдающее за событиями в Донбассе, а также рядом с Приднестровским участком молдавско-украинской границы, также высказало озабоченность прозвучавшими негативными прогнозами, но в то же время предположило, что военного вторжения в Республику Молдова не произойдет. Данные и анализ, которыми располагает власть и Кишинева, не указывают на такую опасность, заявил председатель парламента Игорь Гроссу. Президент Республики Молдова Майя Санду высказала надежду на то, что напряженность в регионе будет урегулирована путем диалога и дипломатических переговоров, потому что мы знаем, как высока цена войны. Санду обратилась к жителям Приднестровья на русском языке, отметив, что Молдова не хочет ни с кем воевать, и подчеркнула, что на каком бы языке ни говорили живущие в Молдове люди, все они граждане одной страны. Молдова не хочет повторения конфликта, который произошел в 92 году. Напрашивается вывод из заявлений и поведения молдавских лидеров. В то же время глава МИД Молдовы Нику Папеску заявил, что Кишинев продолжит требовать вывода российских войск из Приднестровья, а также уничтожения устаревших боеприпасов. Об этом он сказал на брифинге после заседания правительства, пишет «Европейская правда». Молдова продолжит настаивать на выводе российских войск. Это остается важной задачей. Решать эту проблему мы будем на основе диалога и конкретных действий. Этот диалог постоянно ведется с нашими российскими партнерами, отметил Нику Папеску. Министр также выразил сожаления в связи с учениями российских военных в Приднестровье в прошлые выходные. Присутствие оперативной группы войск на левом берегу Днестра противоречит международным обязательствам России и национальному законодательству. И, соответственно, как само присутствие, так и проведение учений противоречат нашему законодательству. Подобные учения не помогут умиротворению ситуации в регионе. Эти действия контрпродуктивны, подчеркнул министр иностранных дел и евроинтеграции. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. А также не забудьте написать свое мнение в комментариях. И теперь газета всегда с вами. До встречи.